Городской конкурс «Бизнес-идея» близится к своей кульминации. Скоро наставникам предстоит определить финалистов своих команд. В этом цеху притворяют в жизнь как раз одну из многочисленных бизнес-идей. Преимущество ее в том, что к реализации уже приступили. Причем давно. А городской конкурс стал просто хорошим подспорьем для роста. В руках сварщика металлические каркасы – основа трансформируемой мебели. Конструкция гарантированно выдержит около 300 килограммов. Так как у нас основной частью является металлический каркас, его собирают наши партнеры, высококлассные специалисты своего дела. Поэтому здесь мы собираем металлический каркас наших кульминых кроватей. А вот как выглядит готовый продукт. Участнику конкурса «Бизнес-идея-2018» Константину Лукину уже есть что показать. Исполнение уникально. Запатентована технология откидной конструкции. Это система модульная. Собирается отдельно. Кровать отдельная, полки отдельные. Кровать имеет мягкий бортик. Мы ушли от острых углов. Их просто нет. Есть под матрасом блок ламелей. Сделали впервые конструкцию мягкой спинки. В похожих аналогах. Ранее данная спинка не использовалась. Такая кровать позволит экономить место в небольшой квартире. Кроме того, Константин предлагает использовать вертикальные спальные места в детских садах. Экономия пространства до 80%. Идея трансформируемой мебели пришла предпринимателю не случайно. Изначально появилась необходимость разгрузить пространство от мебели в собственной однокомнатной квартире. Но то, что предлагал рынок, не устраивало ни по качеству, ни по безопасности. Так мы стали разрабатывать свою конструкцию трансформируемой мебели, которую впоследствии и запатентовали. И мы поняли, что можем помогать и другим людям расширять пространство, как детям, так и взрослым. Именно поэтому у нас сейчас есть постоянная выставка-экспозиция на Шереметьевском проспекте 153А, куда может прийти каждый, посмотреть, что такое трансформируемая мебель, как она функционирует и насколько это удобно. На стартовом этапе проект «Бизнес-идея» очень полезен. Наставник Михаил Шмелев помогает своим подопечным определиться с приоритетами и возможными векторами развития. Впрочем, Константин самое главное для себя уже понял. Бизнес можно считать успешным, когда он не просто приносит доход, но и делает жизнь других немного лучше и комфортней.